Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью-Арш-Вод. С вами я, Юрий Гиммельфорд. И давайте поговорим. Как известно, на днях депутат Государственной Думы Наталья Поклонская повторно направила запрос на имя Генерального прокурора России Юрия Чайки с требованием запретить фильм Алексея Учителя Матильда посвященный любовным похождениям последнего российского императора Николая II и балериной Кшесинской. По мнению госпожи Поклонской, этот фильм нарушает право на частную жизнь последнего российского императора. Ну, Россия, как известно, страна свободная. У нас каждый может представлять себя хоть императором Николаем II, хоть Александром Македонским и даже не побоюсь этого слова Наполеоном. Это личное дело каждого. Но вот в связи с этим запросом у меня возникают три вопроса, извиняюсь за тавтологию. Вопрос первый. Мне очень хотелось бы понять, так сказать, технологию вмешательства в частную жизнь покойника. А также выяснить, какая конкретно у покойника имеется частная жизнь. Вот, хотя я буду весьма благодарен госпоже Поклонской, если она мне это опишет, так сказать, разжуёт по малеку. Но второй вопрос у меня посерьёзнее. Я, понимаете, друзья, я могу понять, если подобными вещами в рабочее время занимается, к примеру, бизнесмен. Ну, единственное, что он теряет, это свои собственные деньги. Вместо того, чтобы их зарабатывать, он будет писать запросы в генпрокуратуру. Это его личное дело. Я спокойно отнесусь, если подобный вопрос будет исходить от наёмного работника. Это, пожалуйста, разбирайся, дорогой, с своим работодателем, если работодателя устраивает такое отношение к работе и подобное использование оплаченного времени его личное дело. Но когда подобными вещами занимается депутат Государственной Думы, существующий на бюджетные деньги, который складывается, напомню, из наших налогов, и получает из этих бюджетных денег полмиллиона рублей в месяц, у меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, а зачем нужен такой депутат, что других проблем в России уже не осталось? Что у нас в остальном всё нормально? Госпожа Поклонская не хочет заняться какими-то реальными, насущными проблемами? Видимо, нет. Тогда зачем они? Зачем вот это вот нужно? И, наконец, вопрос третий. Вот я искренне не могу понять, с какого чёрного года в нашем народе завелась вот эта вот привычка, что если мне лично не нравится, значит, это надо запретить. Господа, а вот если не нравится, отойти в сторону и не смотреть, вы не пробовали. Напоминаю, с вами был Юрий Гемельфарб. Выводы делать, ребята, только вам. Смотрите канал Нью-Раш-Вод. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok